и всем доброе утро пол 11 вчера мы легли где-то пол второго пока в телефонах пока туда-сюда павлик там уже кровати заправил но дело не в этом дело в том то что нам нужно доделать огурцы но видео я вообще не с этого начал вот они у нас ночь простояли воду видите дали никто конечно не вставал ничего не перемешивал но павлик утром тут уже ходит помешивает это все спасибо большое вот эти полотенчики за подарочки такие прекрасные используемых это конечно необходимо на кухне а вообще видео с чего и начал начал делать завтрак и извините за же не покажу свою мусорку купил с вашей нам понравилось есть такие завтраки в этом году в крыму овощи и туда разбивать яйцо смотрите неплохая фирма 4 сезона не дешевая через республика адыгея делает что-то что-то республика а краснодарский край и республика адыгея да где богато все овощами и фруктами его ужас смотрите вот так вот можно просто с жопами нарезано не знаю они фокусируются вот видите несколько помидоры достал уже такие были гниловатые вообще такой рецепт нам подсказала вероника она готовит такие вот знаете еще вот это я бы все обрезал попки но уже сейчас ничего не будете обрезать потому что все это ведь вот они такие все пораненые жизнью конечно бы датью и обрезал здесь вот жопа не отрезанную виду это все конечно бы я следующая такая же это конечно боятся бы обрезал это вот маленькая мы просто помидоры нарезали никакого уважения потребителя нет ну кто-то их не обрезает я иногда тоже снимем но сам факт продавайте такие цены и немножко хотя бы элементарно не сделать какие-то вещи и просвещенные видите все жопе вот жопа 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 тут вот сбоку тоже ну короче ладно спасибо большой веронике как-то она подсказала рецепт такой типа как шахшуки или как называется но с цветной капустой либо с брокколи также вот сюда раз яйцо яйцо сейчас залью просто но я такие цельные яйца помытое посолю и ждал желточек был жидкий а белок уже уже так скрутился и так вот мы позавтракаем потом будем делать огурцы и на самом деле даже не знаю что там дальше с этими огурцами нужно делать поэтому посмотрим дальше будет но особо не хочу видос закидывать забрасывать именно рецептом уже так просто а и сейчас сюда еще крабовые палочки порежу кстати мне очень нравится правда мне доски ни одной нет потому что все на балконе стоит видите у меня ни одной доски нет надо как-то на весу порезать погодка у нас хорошая где-то в 25-27 до сих пор держится поэтому перчик видите видно плоды прямо а вот здесь я вчера вам показывал вам видите отпал но он такой вот эти кусты и были слабые но это конечно нужно было все рассаживать не это не то что так вот тут сидят это неправильно и не так не должно быть ну и земли мало естественно ну это опыт и камушки у меня солушты маленькие беленькие покупал банку здесь купили а это я сам набирал на память сок томатный остатки ну тут сказать то что нет очень вкусно о на память вот такая шакшука получилась получилась а получилась а овощи стрёмные вот просто тебе говорю что это просто пипец ну мы что-то и купили меньше 100 рублей 60 рублей что ли но в любом случае так в любом случае ты по акции их купил а без акции сколько они стоят больше 100 сотки а прямо одни эти шкуры от помидоры ну одежьте вы же купили вот и ешьте вот это вкусненько вон как копки шкурки ну вон помидоры лежат сделай сам себе шакшуку ну так быстро продолжаем показывать это с огурцы которые дали воду нам здесь с нами понадобится ну на порцию я не знаю как это рассчитывать у нас получается полторы порции там и там то есть но на одну порцию нам понадобятся вот эти ингредиенты одна порция у него получается это сколько по рецепту на кило 400 сами дальше умножаете запоминайте горчица французская мы думали сначала что это типа вот такая которая у меня стоит вот она но это семена горчицы это не то и нам пришлось сейчас мы почему долго ждали мы заказывали вот такую горчицу вот она зернами французская называется либо зернами в общем вот такая должна быть горчица которая готова при минению к использованию вот яблочный уксус но у нас его не будет хватать по рецепту получается 100 грамм я паше сказал что давай-ка мы его закажем ну паша сказал что это слишком дорого на самом деле 700 рублей раньше яблочный уксус вообще нахрен никому не нужен был лежал в магазинах в этих бутылях и стоил какие-то копейки сейчас магазине он стоит от 350 рублей но на зоне на доставке на экспрессе стоит 700 с лишним рублей поэтому но мы решили у нас тут есть мы купили где-то по акции вот такой вот бутыль причем это даже не стекло а пластмасса но вот и мы и воспользуемся значит что нам сюда нужно нам нужно сюда положить получается сахар в нашем случае это 300 грамм 300 грамм сахара это на 4 килограмма 200 грамм у нас здесь 2 100 и здесь 2 100 здесь 2 100 и здесь 2 100 сахар у нас получается поскольку по 300 грамм дальше вот сюда кладем уксус яблочный открываем я уже сказал только что не надо повторяться на 100 грамм у нас меньше на 100 грамм меньше чем нужно было а еще и 5-процентный так он наверно уже открыт ну да половину то как я отмерю ну как весами наверно либо вот этой штукой у нас помимо того что должно быть он 6% у нас 5% и еще на 50 грамм в каждой кастрюле будет поменьше ну на самом деле яблочный уксус он вообще нахрен действительно никому не нужно было помним стоял сейчас он прямо мода как называется а ну не знаю ну типа по рецепту сказали что простой уксус нельзя использовать которые эссенция эссенция либо простая ну короче вы поняли столовый уксус его нельзя использовать нужно яблочный так дальше у нас идет сюда жгучий перец но обыкновенно красный сколько то в нашем случае получается 1 3 у нас чуть больше половинки да держи ну вот с горкой ты делаешь ну давай так вот угу господи как ты это долго все делаешь трясущейся рукой одну треть не может ложки измерить дальше мы кладем куркуму 15 грамм 15 грамм на всю эту порцию а у него сколько должно быть 10 грамм ну высыпай куркума как многие бабы говорят извините за моего это мужское высказывание не все блогерши есть некоторые с урала которые говорят куркума что она только для цвета но потом она видимо посмотрела мое видео и стала исправляться что она не только для цвета ну понятно ну конечно куркума очень полезная для желудочно-кишечного тракта очень часто ее в Индии используют для лечения для профилактики кишечных заболеваний для похудения и вообще она очень полезная приправа и не только она для цвета так дальше нам нужно ложку взять ну ты эта ложка конечно же 100 влот достанешь что мы дальше делаем кладем вот эту французскую горчицу видите вот она такая хуй фу хорошо что я заметил по видео что не та горчица так бы мы тубы сейчас бы бахнули здесь она уже готовая размоченная мне нужно 3 столовых ну вот там сколько в столовой ложке я записывал примерно в столовой ложке 10 грамм ну вонючая так кстати сделай просто поменьше чтоб кипело но он сейчас выпариться все правда воняет и и куркумой и уксусом этими яблачными пиздец просто наркотики скажут наркоманы наркоманы потише не надо вот так вот активно руками махать по кастрюле нужно медленно мешать ну будешь делать я могу делать ну и так она тихонечко мешать он всегда вот так вот это делает экспрессивно по характеру вроде бы спокойный так ну в общем это у нас жижа одна закипела дальше мы что делаем надо вот эту штуку знаете что делать вентилятор сделать так чтоб он дул именно в одно место вот так и направить на на это вонючее зелье чтоб оно отгоняло фу так дальше нам нужно что вот эти огурцы положить в кипящую воду все давай помогу тебе опять время 12 а ты ложку то куда мне понес опять ну зачем ты ее забрал я хочу тебе дать другому не куркуму а какая здесь не куркума что ли так и это все перемешиваем доводим до кипения 5 минут это варится и потом раскладываем по стерилизованным банкам и моими вот этими больными руками на которых вот просто реально вот в этих местах на подушечках синяки я не знаю как я сейчас буду закрывать машинка конечно прошлый век надо как мама сегодня мы разговаривали она говорит действительно надо банки утилизировать и покупать новые вот эти самокрутки каждый год новая история каждый год ну либо либо купи пожалуйста хорошие хорошую машинку ты вчера закрывал так если она не работает купи купи машинку ты попробуй сам позову сейчас будешь сам закрывать свои вот это вот вот это изобретение будешь сам сам закрывать я даже не прикоснусь банки к этой машинке вот банки вот там машинка лежит я сейчас довариваю до кипения пять минут варится выключаем и паша будет раскладывать по банкам и закрывать крышками простыми крышки простерилизовал вот стерилизует огурцы мы выливаем вместе с жижей с этой которая образовалась у вас за два часа но придерживайтесь рецепту потому что там написано что нужно два часа держать эти огурцы перемешивать у нас они простояли практически на часов 11 наверное вопрос только в том то что они могут быть не настолько хрустящие как должны быть но нам пофиг и так под водочку сойдет зимой с картошечкой кто ходит в гости по утрам тут поступает мудро особенно если он в трусах ребята если кто-то любит сладкое как и любит это Паша сейчас на зоне в экспрессе если у кого-то это есть очень хорошие акции на конфеты правда очень хорошие конфеты красного октября крупской это я не знаю чьи это конфеты что ты прячешь то прямо кто тебя зрители как-то заберут аж загребает загребает руками вот эту вот такую конфету я пробовал очень вкусные не знаю кто это делает тоже крупская крупская очень вкусные конфеты вот эти я не знаю не помню красная шапочка но тоже крупская ну короче они по акции в пачках там по не знаю по сколько там грамм они грамм по 150 наверное по 200 грамм вот короче покупайте если у кого-то кто-то сладкоежка я вот грильяш наверное сейчас попробую эту не буду а и кстати там еще сейчас по акции этот как он называется очень вкусный вот этот щербет вот такой вот филевский и очень вкусный но на любителя будет вот такой щербет озоновский но здесь прямо натуральный если в том щербете вот в этом все так скажем через сито сделано там просто как бы сок с сахаром здесь прямо с ягодами ой с ягодами с семечками с кожуркой вот прямо такой натуральный открывать не буду его показывать а вот я открыл вот так он выглядит видите он прямо там с семечками со всем остальным в общем на любителя ну неплохой вкусный но мне больше понравился щербет вот по вкусу этот но так как там всякая шелуха и все остальное поэтому мы выбрали я выбираю этот филевский обыкновенный щербет только я не понял почему щербет то он мягкий он должен быть твердый а из грильяжа это щербет а герб медовый грильяж я нет мне не понравился мне больше нравится когда он твердый когда хрустящий вот как с белочкой знаешь есть такой я не знаю кто это делает да когда хрустит он в шоколаде ну типа подобное долго закипает я уже начинаю нервничать а когда я нервничаю я становлюсь злым а когда я становлюсь злым я могу и порожи дать а когда я могу порожи дать я могу и поцеловать а когда я могу поцеловать я могу и пощучить дать какая-то бдсм вечеринка тогда получается долго сгибает ну вот одна закипела это медленно видите минус в двух конфорочных панелях в том то что одна маленькая другая большая две больших кастрюлю сюда не поставить и когда 4 конфорки для меня все равно все-таки удобней вот огурцы закипели сейчас еще две минуты будут кипеть цвет они ведь уже поменяли были вот такие ярко-зеленые сейчас они ну даже здесь видно что они уже вот такие превращаются пять минут кипят и я буду разливать ну это тогда уже как закипит я думаю пока это разольют а как раз пять минут и пройдет по баночкам цвет какой прикольный не знаю правда где в макдональдсе кладут такие бутеры эти как это называется огурцы обычно я такие огурцы видел вот как раз в хот-догах вот когда кладут где-нибудь огурцы там вот такие есть а в макдональдсе чтоб такие клали что я первый раз слышу вот такие вот огурчики получаются ну сейчас пахнет вкусно когда уксус выварился уже вкусно пахнет не знаю если кто-то делает такие пишите в комментариях как хорошо что такая погода после крыма это просто супер потому что как-то мы приезжали даже учесть что это было середина августа потому что в этом году в крыма ездили ну самое позднее на время которое было ну я бы хотел еще позже я бы хотел так числа до 15 августа ой сентября побыть то есть это нужно еще позже выезжать ну вот в этом году в любом случае так немного но застали сентябрь и повезло в том то что мы приехали и на улице вот такая погода теплая где-то 25-27 градусов солнышко ветерок такой ты куда несешься 33 автобус 33 автобус а мы куда едем там господи сбил меня что-то у нас деревья пилят посмотрите что занялись этим арком никому не нужен был сейчас все деревья спилят и будут куча видовых окон 25 этажки с третьего этажа будет видно в ДНХ ну вот короче повезло что тепло очень как-то год мы приехали года наверное 4-3 назад выезжая с крыма приближаясь к москве температура за бортом в машине смотришь температура прямо опускается опускается есть плюс 40 мы приехали тогда что-то градусов мне кажется 13 было прям холодно мы выходили с тобой в Тульской области я чай покупал даже так хотелось чай из тряники да прямо вот настолько было холодно в этом году даже клещи проснулись сказали что эти второй сезон их начался ну мы в лес не ходим поэтому нам не важно а вот эти цветы я не знаю кустарники цветут белыми штуками вот такими вот они когда холодно а на улице плюс 27 маленькие а такой громкий о господи ну зачем это нужно лучше бы детскому дому помогли а зачем мы едем на ботанический сад и забыл в аптеку а точно зачем надо было контртюбикс ему еще тогда говорила наша знакомая фармацевт после операции что лучше мазать но он ее не послушал а тут ему сказали что надо что вы сидите и вот мы поехали за контртюбиксом там дешевле ну да чем здесь у нас вот поэтому в общем поехали 85 лет в ДНХ так и стоит эта штука не убрали ну и где это 33 в городе вот этот форестик ждет тебя приехали мы на бот сад ребята вот все таки как интересно жить в городе который развивается и достаточно быстро ну с одной стороны это комплимент с другой стороны не знаю как сказать ну кто в Москве в районе здесь у нас живет знает да я думаю в другом районе точно так же вот вот этот здесь было прямо забит забитая забытая богом место не было северо-восточной хорды вот этой вот не было вот этих домов не было вот этих домов не было тут практически ничего и вот этих домов не было и вот этих домов не было не было здесь практически дорог таких широких была маленькая узенькая улочка и буквально вот за 8-10 лет здесь развился развился короче настроили столько домов целые районы раньше здесь были такие дома вот они вдалеке стоят вот те такие знаете постсоветские наверное 70-х там 60-х годов там дальше вот стояли дома вдалеке там золотой вавилон бывший там вдалеке вот так вот идет проспект мира ну в общем чтоб вы поняли здесь квартиры стоили не то что стоили они здесь никому нахрен не нужны были а сейчас в связи с тем что здесь собянин настроил да стал элитный район сейчас здесь квартиры конечно же уже не купить ну в принципе как и вообще в Москве да и вообще сейчас такой дикой процентной ставкой годовой практически уже 20 это конечно же трэш поэтому нам куда идти в какую сторону поэтому конечно Москва развивается но вопрос действительно был такой кто все эти жилье эту квартиру за такие дикие суммы цены покупают сейчас квартиры по 20 миллионов ну вообще в Москве это конечно можно и за 100 миллионов купить и за 200 но сам вопрос что простому человеку конечно же работяге обыкновенному не купить квартиру не расшириться никогда с такими процентными ставками на ипотеку на жилье и действительно вы были правы когда-то я задался этим вопросом вы сказали что квартиры строятся для иностранцев в большинстве случаев Китай Иран Ирак Индия у кого есть такие возможности ну в России конечно тоже есть мультимиллионеры которые скупают эти квартиры недвижимость но у простого человека конечно навряд ли есть такая возможность купить квартиру за 15 за 20 миллионов конечно это баснословные деньги но к тому говорю то что район был боком забытый здесь квартиры эти стоили копейки когда-то ну и сюда никто не хотел ехать потому что вот сад станция была но здесь была такая темень инфраструктуры никакой ни магазинов ни аптек ничего и моментально выстроили вот такой огромнейшие ЖК комплексы а у вас есть миллионов вы можете себе позволить купить квартиру давайте напишите в комментариях интересно просто узнать может у нас просто нет денег а у остальных у всех есть сад мэрдесказка на на сны на 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 пролаял что-то мэри поперт сыграет на в дэнах осин прошло прочло лето осень зима И нет весны Но храня той весны Тепло, но храня той весны Тепло, но наши детские сны Так, песни мне тебе нравятся из этого фильма А вам? Так давно не были на ВДН Пошли сходить немножко, но я потом вам покажу Тут много что изменилось Самое главное, что убрали все эти дебильные павильоны Которые тут были, эти жестяные посередине Сразу, знаете, чувствуется пространство Вот эта вот масштабность советская Прямо дышать есть чем, понимаете? Красота, да и только Музыка такая приятная играет Паша сок вот пьет, Рич Рассвет Скоро взойдет солнце, уже май Сойдет вишневые деревья Но в собой холодно Чехов вишневый сад Ну, пейте на здоровье Туристов уже не так много Но видно все равно туристов Сидишь, видишь туристов И опять школьники тут же есть Травка еще зеленая Листики зеленые Паша красный сидит Эти москвички гуляют Паша спрашивает Как москвички выглядят Я говорю, вот посмотри Из аренды получили денежки Посчитали, идут довольные откуда-то Что там у тебя? Надо будет вам потом пройтись Показать, да, вот знаете Но реально вот Вот это все мешалось То, что было Ну, как по мне Вот центральная аллея Должна быть свободна Как мне кажется всегда Есть куча мест Куча аллей Где все вот эти павильоны Можно расставить Я всегда говорил, что За павильонам вот Далеко Да, за площадью механизации Там, где золотой колос Фонтан Там огромнейшие площади Куда можно стоять эти павильоны И самое главное В ДНХ не все в одном месте А вот развивать Чтоб люди гуляли Проходили здесь И оказывались там Чтоб люди понимали Что в ДНХ не заканчивается Вот на этом пятачке Либо около ракеты Чтоб они понимали Что парк-то большой И налево можно пойти И направо можно пойти И вон туда аж можно уйти Дай мне Покажу Видели Такие сейчас деньги Недавно нам сдали По соткам Прямо по новым Несколько штук Кому Кому попадался Кому попадался Кому попадались Такие новые деньги Уже Ага Ты что МГУ Получается здесь Господи Сейчас МГУ Спасская башня Кремля Пермский цирк Нет Это наверное Этот Парк Зарядье По моему Да Это парк Зарядье Там концертный зал Который у них Новый построенный Парк Зарядье Да Этот Мост этот Парящий Парящий И Останкинская Телебашня Наша А тут Что это Ярославль Вот у меня Ярославль Ассоциируется Вообще Вот с такими Башнями А Такой еще Красноярск Ярославль Я говорю Ярославль Но все равно Вот мне Именно Ярославль Ассоциируется Вот именно Вот с такими Башенками Санкт-Петербург Это что Держи Санкт-Петербург Это Биржа 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 И эти Как называются Расстральные колонны Ярославль Если не ошибаюсь Пятитысячный Да А у тебя нет Случайно Пятитысячный Посмотреть И случайно Я тебе ее Забуду отдать А здесь Что с обратной стороны А это Это да Получается Как у Новый музей Патриот Что ли Или что Это Так это Тоже Патриот Думаешь Что тут Какой Гагарин С ума сошел Кто знает Что изображено Это Мне кажется Что это Как раз Парк Патриот Новый Ну когда Мне там Посмотреть Соточку Большой театр Москва А ну здесь Написано Москва Вот раньше На эти деньги Можно было Сколько всего Купить Ну ладно Не на одну Рублей На пятьсот А сейчас А сейчас На эти соточку Ничего нельзя Купить Вообще ничего Ой господи Вот потеряешь И не жалко На самом деле Деньги Вообще Обесценились Конечно А что то я слышал Что десятитысячная Уже вышла Нет Что то у меня Такое ощущение Что кто где то Я слышал Кто знает Кто видел Что говорят Что десятитысячная Вышла уже А потом Будет Пятидесятитысячная Стотысячная И считайте Сразу будет Помните Как в девяностые годы Динаминации будет Ну с такой процентной Ставкой Она С дикой Она будет Вот уже Скоро Еще чуть-чуть Осталось Экскурсия Судак Экскурсия Судак На чем На этой Крым Республика Город Судак Улица Набережная Пляж С У Шестнад А так это Этот мы платили Что ли За Лазурный берег А нет Что такая сумма Это большая Что такое Ааа Это мы ходили Этот с тобой Ездили на речные прогулки Сумму хотите покажу Удивитесь За двоих Ну мы же на отдыхе были Сейчас Секунду 3400 Это за двоих Ну практически Да Четыре косаря Цены конечно Там вообще Высокие стали На все эти Держи Паш На все эти развлечения Особенно морские прогулки Это вообще трэш Вот Ну сидим сейчас Потом пойдем В Останкинский парк Наверное Может быть сейчас В Республику Беларусь Еще зайдем Да Анжелику Анжелику вспомним Купим мороженку И сидим За ваше здоровье За наше Белорусскую мороженку Ну вот единственное Что здесь Есть натуральное мороженое Надо смотреть Но цена там одинаковая Есть Ну и сливок сделано А есть Как они Не супреты Как они пошли Нет Не супреты Это называется Ну короче Они не настоящие мороженое Как правильно Заменителем молочного жира Вот так вот Но цена почему-то одинаковая Обычно Если заменители молочного жира То цена дешевле Мы как-то покупали Даже Подсели тут По весне На Дикси Продавалось мороженое Заменителем молочного жира Сейчас не помню Как он называется Он дешевый Но такой зараза вкусная Мы вот на них Сетели Прямо По весне А потом Уже поняли Что лучше На заменителем молочного жира Лучше одну съесть Натуральную Чем 10 таких Ходят ребята Вообще За красота Какая красота На улице Какая красота Да Какой советский фильм Первый Получил Оскар Мне кажется Об этом все знают Москва Слезам не верит Меньшова Чего? Казахстанское мороженое? Вот там нет этого Казахстанского мороженого Идем поддерживать Нашу Дружественную Республику Да Анжелика Да Мы Крым поддерживаем Соль покупаем И много чего покупаем Крымского В этот раз Пусть учал крымский сок Купить Нижегородского района Но так и не купил Я тебе хоть 10 Трехлитровых банок Положу Ни одной вообще не дал Но зато свой сок Томатный наделали Тетку мы то потеряли В Ахчисарайском районе Которая помидоры нам продавала Но мы Мы покупали много помидор Все равно едешь 3 дня Машина Ну в тепля Тогда мы 3 дня А сейчас 2 дня Но все равно мы не довозили Не успевали Здесь на балконе Все это лежало Кисло Пока ты все это купишь Пока банки Пока на рынок Все эту зелень купишь Не это Хотя там такие вкусные помидоры Нам тетка продавала В Ахчисарайском районе Не помню как это Не помнишь как деревня Это называлось Рита помнила Соколиная Соколиная Да там покупали Соколиным В этот раз даже Рита С которыми мы были На отдыхе в Ялте Она говорит Соколиным будете помидоры покупать Я говорю мы давно уже Я даже не помню Где эта женщина живет Ну если бы мимо проехал Я наверное вспомнил бы ее ворота Туристы Зеленое мороженое Фотоаппарат зеркальный У меня кстати тоже дома До сих пор зеркальный фотоаппарат За дичайшие деньги его покупали Просто за баснословные По-моему еще и в кредит брали Да его Еще в Перми Этот зеркальный фотоаппарат Еще он тогда по-моему Тысяч 50 стоил что ли Какие-то сумасшедшие деньги В те времена Как сейчас бы он стоил Наверное 1150 И купили И фотографировали А потом это Сейчас он просто так лежит Вот смотрите мать Издевается над своими детьми Так надо написать В этот как называется В ПДН Чтобы ее лишили прав Материнских Вот сок Сок литров Если вдруг где-то у вас есть В магазинах Берите смело Очень вкусный сок Очень вкусный Вот жаль что я не взял Причем томатный сок А еще тыквенный Там какой-то морковно-тыквенный Там есть Блин У меня же прямо слюни потекли Так вкусно это все Ладно Все будем заканчивать этот влог И то и то и другое Пятое и десятое В следующий раз Мы тут уже с вами прогуляемся Пока тепло Надо будет заснять видос Потому что в скором времени Нет здесь будут строить Через несколько недель Начнут строить здесь Нелюбимый многими каток Вот Поэтому надо успеть пройти Пока Пока Нет здесь ничего И пока здесь хорошее Чистое пространство Паша До свидания Скажи людям